Ассоциация европейского бизнеса подсчитала мартовские итоги продаж новых автомобилей. Как выяснилось, россияне массово отправились к автодилерам скупать машины, не дожидаясь роста цен из-за девальвации рубля. В итоге российский рынок поглотил за месяц 162 тысячи машин и без малого 400 тысяч машин по итогам первого квартала. Интересно, что ажиотажный спрос не помог лидерам рынка. Lada, Kia и Hyundai даже немного просели. Тем временем, двузначные числа роста в марте показали полтора десятка марок, включая Skoda, Toyota, Mazda и Geely. В разы выросли продажи автомобилей Chai'an, Havail и Cadillac, хотя в абсолютных цифрах эти марки остаются далеко за пределами топ-10. Надвигающийся кризис – традиционное время роста для премиум-сегмента. В последние дни перед закрытием автосалонов на карантин некоторые дилеры едва успевали выдавать проданные машины. В итоге почти у всех премиум-марок двухзначный рост по итогам квартала, но обеспечен он по большей части удачным мартом. Список моделей бестселлеров не изменился. Две первых строчки уверенно занимают Lada Granta и Lada Vesta, за которыми следуют Kia Rio, Hyundai Creta и Volkswagen Polo. Добавим, что для покупки многим россиянам пришлось брать кредиты. По оценке агентства «Автостад» в марте выдача кредитов выросла на 3% в штуках и на четверть в денежном выражении. Средняя сумма увеличилась на 20%. Но весьма вероятно, что в этом году уже ничего расти не будет. В апреле рынок неизбежно покажет минус, ведь автосалоны закрыты уже две недели. Продавать автомобили по интернету в России пока невозможно. Многие бренды предлагают забронировать машину онлайн по фиксированной цене, но фактическая выдача откладывается до открытия дилерских центров. Закрытие автосервисов заморозило и гарантийное обслуживание машин, поэтому многие бренды предложили отсрочку на прохождение ТО и продлили гарантию. Такую возможность подтвердили Mercedes-Benz, Kia, Hyundai, Cherry, Jaguar и Land Rover. Воспользоваться услугой можно, если дилерские центры не работают, а также когда клиент находится на самоизоляции или проходит лечение. Индивидуальный подход обещают Mitsubishi и Nissan. У разных марок условия отличаются, но, как правило, указан срок до конца мая. Вероятно, аналогичные меры вскоре примут почти все компании.